Сейчас наша страна оказалась под беспрецедентным давлением Запада. Но даже в таких условиях белорусское общество остается консолидированным, сплоченным. Поэтому в преддверии Дня народного единства, отмечается 17 сентября, как вы знаете, предлагается обсудить целесообразность амнистии. Ну, традиционно, каким-то великим датам, событиям мы делали этот для нас символический, для народа символический шаг, а для тех, кого оттуда выпускают на свободу, это важный момент в жизни. По-разному они, конечно, адаптируются в обществе, но, тем не менее, такая практика есть. Среди осужденных есть самые различные люди, в их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все, особенно в местах отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит. Они несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Да и мы работаем с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, стали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых следует распространить амнистию. При этом я подумал, вот, серьезно, в связи с озабоченностью многих граждан нашей страны, люди еще не отошли от того 2020 года, иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников. Всех мочить, сажать и так далее. Ну, знаете, единство в обществе это никогда не добавляло. Но, тем не менее, просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей так не будет. Я к чему? Что может быть окончательный вариант законопроекта рассмотреть на некой комиссии, группе представителей, в том числе, ну, если можно так сказать, нормальной оппозиции. Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть они выскажут свое мнение, но при этом я хочу еще раз подчеркнуть. Подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем там налево, направо отпускать всех и выпускать. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабление допустимо только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты-экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан. Продолжение следует...